здравствуйте друзья и с вами ваш доктор шилов обязательно в самом начале видео хочу сказать подписывайтесь на канал жмите на колокольчик если вы на ютубе и забывайте это делать чтобы не пропустить следующие видео если можете окажите спонсорскую поддержку каналу пройдя по ссылкам на патреон на яндекс деньги и так далее все а сейчас начинаем наши видео когда-то наступит тот день когда врачи станут уважаемыми людьми вот об этом сейчас и поговорим мечта мечта наступит тот день и врачи станут самыми уважаемыми людьми в обществе и ни один карательный орган не сможет глумиться над ними по своей какой-то приехать их собственной ради звездочки на погон но когда это наступит мечты а может быть действительно так и будет но меня всегда поражало почему они а именно силовики и прочие не понимают что завтра им их детям может понадобиться помощь врача который при заполнении карты формально осведомиться о месте работы больного который к нему пришел или родителя и увидит что перед ним тот человек который буквально огнобил недавно его коллегу его самого и с каким чувством он будет заниматься своим делом учитывая даже весь свой профессионализм клятву гиппократа и если он услышит что-то типа того что я судья прокурор силовик или так далее ну с каким чувством он должен делать свою работу до врач профессионал прежде всего это безусловно он будет действовать так как это положено как велит ему долг то есть чисто формальной точки зрения он будет действовать правильно и четко не лучше не хуже он как умеет понимать лучше чем он умеет он не сделает но и хуже он делать тоже не будет но ничто не может отменить понятие чувства и отношения то есть можно делать хорошо но с отношением совершенно не хорошим а хорошие отношения врача находится исключительно в руках самого пациента перефразирую один афоизм можно сказать так мои вежливость и поведение зависят от моего воспитания и профессионализма и меня лично но мое отношение к вам зависит исключительно от вас вот это важно понимать самое важное и как тут не удивляться делам врачей дела врачей понимаете как это было в сталинские времена дело врачей когда обвинение притягивает за уши полную чушь которая став гласной то повергает в уныние то вызывает гомерический хохот от прокурорской в такой вот экспертности у прокурорской это тоже в кавычках а экспертность вообще в 10 кавычках но ведь беда в том что очень часто в интересах следствие это ересь не может быть придана огласки и поэтому люди профессиональные не могут удивиться тому насколько на дурацком на дурацких основаниях строится обвинение никак тут не вспомнить дело например ирину сушкевич которая до сих пор вроде бы находится под домашним арестом по высосанному из пальца обвинению если даже не находится сейчас уже то все равно она промучилась под домашним арестом фиг знает сколько кстати читайте мою статью по этому поводу который называется не стану жертвой государственного террора идите лечитесь у прокурора вот только высосанные из пальца дососать у следствия не получается и сегодня с материалов по делу или на сушкевич снят гриф секретности и подписки о неразглашении то есть подписка о неразглашении больше не действует поэтому о многих вещах теперь или на сушкевич ее адвокаты могут рассказывать открыто на самом деле это произошло несколько месяцев назад или не сушкевич вам вручили обвинительное заключение и теперь она может говорить ну это по информации алексея мостового доктора из санкт-петербурга неонатолога вообще эта информация от 17 апреля 2020 года а вот пост непосредственно или на сушкевич в ее аккаунте в фейсбуке ну что дорогие мои моратории на информацию снят сегодня следователь и прокурор вручили мне обвинительное заключение и это значит что генеральники прокуратура не видит замечаний и нарушений в действии следственного комитета и согласно с его позиции то есть фактически и все равно обвиняют да получается а еще что действие о подписке и они разглашение окончено а значит я могу свободно отвечать на ваши все каверзные вопросы и вопросики вот источник этой информации это ссылка на аккаунт начали на сушкевич фейсбуке здесь что же касается сути дела то смертельная доза магния это оксюмарон и абсурд это то что вменяется и вину что она вела лекарственное вещество которое вызвало вот смертельный исход коллеги сушкевича рассказывают о ключевом доводе обвинения 17 апреля двадцатого года члены российского общества неонтологов поделились результатами исследования а посвященного обмену химических элементов у наврожденных ну и а проведенного на фоне расследования на тот уголовного дела против анестезиолога элины сушкевич а она анестезиолог реаниматолог и перинатального центра калининградской области уголовное дело часть 2 статья 105 уголовного кодекса российской федерации против врача было возбуждено после смерти в доме номер 4 недоношенный ребенка с массой тела 700 граммов такие дети раньше вообще не выживали сейчас врачи борются за таких детей элина сушкевич а прибыла в медучреждения в составе реанимационной бригады вызваны для оказания лечебно-консультационной помощи однако спасти новорожденного не удалось это бывает на самом деле понимаете не всегда получается спасти особенно такого маленького ребенка в числе аргументов следствия наличие в теле младенца сульфата магния якобы введенного с целью убийства согласно представленного в суд экспертного заключения в почке 151 и 36 микрограмма на грамм в желудке 432 и 98 микрограмма на грамм коллеги врача провели тематическое исследование его результаты были опубликованы в журнале геонатология новости мнение обучения как рассказывает с автор статьи заместитель главного врача калужской областной клинической больницы анна карпова были собраны все имеющиеся данные содержание магния в организме то есть исследование было исчерпывающим были собраны все данные содержание магния в организме новорожденных из российских международных научных исследований то есть это не единственное откуда-то место взяли это то есть это статистическая хорошая работа произведена вот коллеги элина сушкевич пришли к выводу что цифры из патологоанатомической экспертизы не только не превышают норму магния для младенцев но и в полтора раза ниже этой нормы эти полтора раза алина и между тем все также находилась в это время под следствием и арестом когда эти данные уже были опубликованы угадайте с одного раза какое у нее ее близких у близких коллег на и всего врачебного сообщества будет отношение правоохранительным органам после таких вещей когда дело все-таки развалится я надеюсь окончательно и и извинившись опять же надеюсь что это извиняться отпустят поймете человек провел под домашним арестом фиг знает сколько времени ее защищали коллеги они опубликовали исчерпывающую информацию и тем не менее она все равно находилась под домашним арестом и под следствием вы можете миллион раз извиниться перед разбитой чашкой но осколки никогда не срастутся и то что дело было лишь только по или не сушкевич она на самом деле не одна такая это это затронуло все врачебное сообщество ребята друзья силовики следственные органы прокурорские думайте что вы делаете понимаете когда вам хочется быстро какое-то дело провести и получить какие-то звезды на погон вы должны прекрасно понимать и отдавать отчет себе в том чем это может реально кончится просто подумайте игру врачи все равно окажет помощь и вам вашему ребенку и вашей жене он не откажет потому что врач это призвание и он работает не ради а со звезды на погон он работает непосредственно по призванию всегда но отношения есть я трогенные заболевания так называемое это заболевание которые могут быть вызваны вот что самое важное в лице врач даже будет все правильно делать абсолютно его отношением то есть когда врача выказывает не то что нежелание какую-то антипатию отсутствие симпатии не высказывает энтузиазма выздороветь ли пациент пациент может находиться из-за этого в угнетенном состоянии а это очень неплохо сказывается на выздоровлении даже при полностью адекватном лечении поймите это это не значит что надо перед врачом ходить на сырлах там все так упорочено врача надо уважать это одна из самых уважаемых вообще профессия многократно повторяю что врач это первый после бога это тот человек который может убедить самого бога подождать сказать ему что еще не время людям еще не пришло мыть нету ни одного человека на свете в цивилизованном обществе которому хоть раз в жизни не понадобилась бы помощь врача услуги врача это важно понимать все все обязательно воспользуюсь услугами врача а потому врача надо любить уважать и ценить это не значит что к нему должны быть особо какие-то привилегии если он совершил какое-то преступление какое-то прощение ни в коем случае нет просто уважение оценка его профессионализма и уж точно не обвинение по пустым вещам то есть тогда когда это не имеет никакого основания под собой и доказывается экспертами настоящими которые в этом понимают что на самом деле предмета для дела и для следствия нет все друзья обязательно подписывайтесь на мой канал с вами был ваш доктор доктор шоу до встречи пока